МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Даешь 7 миллионов или по-другому успех года, вопреки санкциям, это еще не предел. Итоги курортного сезона в Крыму дают повод для радости, но на самом ли деле полуостров так популярен среди отдыхающих, что не закрывает глаза на все недочеты в курортной сфере? Это обсудим с нашими гостями. В студии Алексей Черняк, председатель комитета Госсовета Республики Крым по санаторно-курортному комплексу и туризму и Анатолий Тарасенко, директор Крымской туристической компании. Добрый день, господа. Алексей, ну вот 6,7 миллионов туристов, практически 6,7 миллионов туристов заявляют, что в этом году посетили полуостров, а с учетом новогодних праздников, наверное, цифра все-таки вырастет еще на порядочек. Но вот это действительно постсоветский рекорд или так, циферки нарисовали для недоброжелателей? Вот есть ли такое мнение? Ну, мнения всегда будут разные, поэтому однозначно есть те, кто не хочет работать, а ищет причину своих неудач. Поэтому за все время моей работы в туристической сфере я еще никогда не встречал, чтобы все сказали идеальный сезон. Однозначно есть люди, которые недовольны. Однозначно у нас еще достаточно большое количество проблем. Нам надо еще развивать западное побережье Крыма. У нас Раздольницкий район в этом плане очень сильно отстает. Ленинский район, который тоже еще имеет большой зазор. Но есть проблемы и на южном берегу Крыма, поэтому есть над чем поработать. А что касается цифр, то Крым, несмотря на то, что с введением моста стал уже практически полноценным географически, а главное политически полуостровом, то большинство цифр, они не могут быть никакого сомнения и тени. Что касается иностранных туристов, то это все элементарно. 132 страны, представители которых побывали в Крыму, они регистрируются в соответствующих органах. И хотим мы, не хотим. Но каждый из них со своим паспортом там зарегистрировался. А членов делегаций иностранных тоже как туристов регистрируют? Ну они сюда приезжают с деловым туризмом, никто его не отменял. А, ну в таком случае да, мы наберем такое количество. Опять-таки же Тарас. А во-вторых, они что, у нас два дворцах не были ни разу? Винные подвалы не посетили и не в гостиницах живут? Ну насчет винного подвала я с вами согласен, Алексей. Ну вот 6,7 миллионов, да, Анатолий? К Новому году, наверное, около 7 уже будет. Но что повлияло на такую активность? Действительно, вот Крымский мост, как Алексей сказал, или курс рубля, или у нас действительно уже сервис настолько хорош стал? Ну я могу сказать конкретно про нашу деятельность, да, про нашу сферу. Крымский мост для нас сыграл ключевую роль в этом году. Сезон мы считаем более чем успешным и удачным. Мы не платим на сегодняшний день, если, да, переводить это все в финансы, мы не платим за то, чтобы переправлять автобусы с материковой части России в Крым, и наоборот, потому что у нас больше 30 выездных туров из Крыма в Россию. Мы не платим за туристов 300 рублей, оно, казалось бы, немного, да, но в комплексе, когда ты везешь 10 тысяч человек, это очень-очень влияет на самом деле и на сумму продукта. Мост – это один фактор. Второй фактор – это все-таки возвращаются люди, которые были в 2014-2015 году, в 2016 году. Это мы можем сказать конкретно по своей сфере, да, по своей фирме. Так как мы презентовали Крым с той точки зрения, что людям понравилось, и у нас клиенты некоторые, пример – это ВГИК, это университет московский, они были у нас дважды. Первый раз мы им показывали южный берег Крыма, все стандартно с Севастополем, с южным берегом Крыма, с Бахчисараем, то есть был такой тур фантастический, замечательный. А потом мы их вдохновили, чтобы они приехали в Восточный Крым, и они приехали, посмотрели Феодосию, Керчь, Коктебель, и они собираются прилететь еще и в 2019 году. Анатолий, они собираются прилететь, вот это ключевое, наверное, выражение, потому что все хотят там два часа, и ты под крымским солнышком. Да, никто не хочет ехать там тысячи километров, стоять по пробкам, да, там, ну пусть даже проехаться по крымскому мосту. Вот, Алексей, в этом направлении я имею в виду непосредственно авианагрузку на крымский аэропорт, ну и, в принципе, возможность отдыхающих, потенциальных, покупать билеты в Крым, да. Тур, там, верящий в Таиланд, стоит 15 тысяч, да, допустим, крымчанин, да, но ему надо практически столько же потратить для того, чтобы в Москву долететь. Бессмысленно. Ну, во-первых, я хочу сказать, что если вы хотите сэкономить деньги на отдыхе, то, во-первых, спрогнозируйте его. Чем раньше вы купите путевку и купите ее не самостоятельно, а через туроператора, через турагента, она будет в разы дешевле. Потому что туроператор, он выкупает там целиком гостиницу или целыми этажами, он покупает целые рейсы. А вы, как покупатель, вы покупаете один номер, один билет. То есть за счет охта? Вы покупаете самой дорогой ценой, это раз. Во-вторых, конечно же, если брать билеты в день вылета одно, а если брать заранее, это совсем другая цена. Ну, и кроме того, что касается нашего аэропорта, то, во-первых, у нас в этом году одним из ключевых моментов, кроме моста, было открытие нового вокзального комплекса, который в разы больше может принимать, чем когда-либо. И опять-таки же, с постсоветских времен о нем даже никто не мечтал, что такое будет. И когда даже был предыдущий, мы радовались, насколько его модернизировали. Здесь вопрос не в том. Действительно, комплекс прекрасный, да, и все здорово. Было бы кого принимать, были бы те, кто готов платить и покупать эти билеты. Они есть. На новогодние праздники ставятся дополнительные самолеты, ставится большее количество вылетов. За новогодние праздники наш аэропорт примет полторы тысячи рейсов. Это показатель чего? Спроса. То есть спрос заставляет авиакомпании увеличивать количество бортов, которые летают на Симферополь. Вот и весь ответ. Пока есть спрос, который никто перебить никогда не сможет. Есть желающие. Да, нам, конечно, бы хотелось круглогодичную связь со всеми регионами Российской Федерации, потому что многим приходится летать, ну, скажем так, с пересадками, с зигзагами. Поэтому в следующем году с открытием железнодорожного сообщения эта часть проблем тоже уйдет уже в историю. Анатолий, вот если мы говорим непосредственно о том классе отдыхающих, которые полюбили полуостров, в основном это кто? Вот говорят, что все-таки богатые люди, действительно богатые, в Крым не едут. В основном это средний класс или любители так отдохнуть по дешевле? Я могу сказать одно. То, что когда в мае месяце мы искали для группы пятизвездочный отель в Крыму, пять-четыре звезд, критерии были, мы ничего не смогли найти на июль. Это не значит, что у нас малые отели. У нас крайне много отелей. А у нас таких отелей немного, да, наверное, пятизвездочных? Ну, почему немного? Я могу только по пальцам перечислить. Ну, название не нужно говорить. Да. Поэтому вы просто выйдете летом, посмотрите на машины, которые приезжают в Крыму. Не, ну просто я объективно знаю, что у нас тут... Я вам объективно могу добавить одну вещь, чтобы вы понимали, у нас VIP-сегмент начинается с 250 тысяч рублей в сутки. Так вот, чтобы вы понимали, с середины лета до конца сентября свободных мест не существует вообще. У нас вот разбежность, я имею в виду, какая. Смотрите, у нас или койки за 300 рублей где-нибудь там у бабушки, да, в захолустье, или виллы за буквально там за несколько миллионов в сутки. Вообще, такие виллы кто-то снимает? Да, да, снимают, и они на все лето забронированы. И повторюсь, что, может быть, даже это и есть большой плюс Крыма, потому что можно отдохнуть в хорошем абсолютно отеле на западном побережье, можно отдохнуть в замечательных базах отдыха в Раздольном, где цена в летний период там в районе тысячи рублей с полным пансионом. А можно, конечно, найти и за миллион дачу. Но это вот те проблемы, о которых вы говорили, да, в основном там западного берега Крыма, которые нужно развивать. Вы сказали, что и в Ялте есть проблемы, хотя, на мой взгляд, проблема Ялты в том, что она не резиновая, да. Вот в большей степени ведь именно этот регион пользуется спросом, в то время как, допустим, тот же Черноморский район, да, Раздольнинский, он, ну, набирает обороты, но не так, как хотелось бы. Чего не хватает? Реклама? На все это нужно время. Вам любой профессионал из сферы туризма скажет, что в среднем любой туристический маршрут или любой объект минимум надо пять лет раскручивать. Это, даже если отойти от туризма, если взять любой майонез или любую колбасу, которая выходит на рынок, ее тоже надо как минимум пять лет маркетингово, рекламно продвигать. Что касается Крыма, то, конечно, Южный берег, он лидер, потому что при слове Крым у большинства, что и зарубежных туристов, что наших, первое, что в голове, это Ялта, это Ласочкино гнездо. И, конечно же, в этом плане за тот промежуток, когда Российская Федерация перестала ездить в Крым, а мы специально проводили анализ этого, 25 лет. 25 лет. Вот мы сидящие здесь, рожденные в Советском Союзе, а представьте тех детей, которые привозили сюда еще при Советском Союзе, потом они ездили с родителями, потом они сами становились родителями, а тут целое поколение пропало, и вот это поколение по-новому узнает Крым. Это понятно. Анатолий, а вот, допустим, если брать во внимание вашу компанию, ее опыт, вы в большей степени своих туристов куда отправляете, или куда они хотят поехать, я имею в виду Крым? Я соглашусь, на самом деле, с коллегами. То, что самое раскрученное у нас в Крыму, это Южный берег Крыма, это Ласточкино гнездо, это Ливадийский дворец, то есть это Южный берег Крыма. Но мы стараемся преподнести, вот при первом касании... То есть они говорят, ну, взял, то вы говорите, нет, вы в Черноморский район. Но мы, честно говоря, тоже здесь людям предлагаем разное. Основной наш сегмент, это как раз-таки средний класс, о котором вы упомянули. И сейчас прекрасно можно, допустим, в городе Щелкино, Ленинский район, откуда я родом, на самом деле, провести время. И можно взять не просто там кушетку у бабушки, а можно взять хорошую, полноценную гостиницу. У нас в Крыму очень много хороших гостиниц. Я почему так говорю? Вы знаете, я был этим летом, специально полетел в Турцию. Последний раз я там был 10 лет назад, и полетел этим летом для того, чтобы развеять вот эти комплексы, мифы о Крыме. Мне очень помогла Турция в этом плане. Я взял пятизвездочный отель, стоил он очень дорого. И я был прожжен, мягко говоря. Природа, все замечательно, море, пляж. Есть огромные плюсы там на пляже, лежаки и так далее, и так далее. Но по гостиницам нет никаких критерий оценок, то есть нет никаких проверок. Ну а сервис, вы хотите сказать, что турецкий сервис хуже нашего? Может быть, мне не повезло в этом плане, но если сравнивать наши пятизвездочные отели и турецкие, то наши отели пять звезд, они действительно лучше. И каждый может в этом убедиться. Более того, если дорого для кого-то, кто-то считает, что там летом дорого, может быть, это действительно так. Есть межсезонья, когда прекрасно можно приехать, минимум людей в отеле, отдохнуть. И мы каждый выходной стараемся себе устроить такой отдых. Анатолий, но при этом турецкие отели еще не взымают курортный сбор. Скоро будут. Скоро будут. А Греция уже взымает с этого года, а со следующего уже планирует и Турция. Вот Крым один из четырех пилотных регионов, хотя что-то у нас не пошло пока. Евпатория отказалась. Почему, кстати? Потому что они детский курорт. По закону у нас все граждане, все жители до 18 лет не платят никакого сбора. Полностью освобождены целиком. Поэтому они решили, что в связи с тем, что у них стоит цель, главная стать всероссийской детской здравницей, и это основное направление, то курортный сбор уже для остальных будет в последующем делаться. Что касается всех остальных, то здесь самое главное, это то, чтобы люди прекрасно понимали, что сбор это всего 10 рублей. Если вы приехали даже на 10 дней, то это 100 рублей, которые вы оставите. Это пока 10 рублей. Или, допустим, Ставропольский край это 50 рублей. Если это Алтай, да, Алтайский край, то это 30 рублей в день. Это начальная ставка. Мы ведь тоже можем ее доставку. А вы знаете среднюю ставку вообще в Европе? Какая? Это полтора евро. А средняя зарплата в Европе? Сколько евро? Секундочку. Но мы платим в Европе все уже много лет этот сбор, несмотря на то, что у них с экономикой считается все хорошо. А средний туристический, курортный или экологический, или портовый, по-разному в разных странах он называется, который сразу в пакет идет, и мы даже его оттуда не выделяем. Мы просто заплатили все. В среднем это 2,5-3 доллара по миру. Хорошо. Но давайте разберемся, если мы говорим о финансах. Вот 50 рублей, это, допустим, ну хорошо, это деньги, да? С каждого человека каждый день. Это 50 рублей, это уже деньги, которые могут пойти в бюджет, на инфраструктуру и прочее. А что такое 10 рублей? На что они пойдут? На зарплату тех людей, которые будут заниматься курортным сбором? Ну, здесь этого не будет однозначно. Во-первых, надо начинать с того, что это эксперимент, который решено проверить, готова ли страна в целом к нему, потому что это международная практика. И самое главное здесь, что все деньги будут оставаться в муниципалитетах, ни в какие другие бюджеты они не будут идти. Более того, есть жесткое требование, что эти деньги нельзя тратить ни на что, кроме инфраструктуры. И поэтому, если сейчас эксперимент удастся, а удастся он в том случае, когда наш гость, приехав и оставив 10 или 50 рублей, приехав в следующем году, увидит, что на эти деньги реально поменялось набережные, общественные пляжи. Вот как только что коллега сказал, в Турции там зонтики и все остальное стоит, там шезлонги и все это полюси бесплатно. Вот в чем смысл этого сбора. Что эти деньги идут только на инфраструктуру городов, которые в этом участвуют. И каждый человек будет понимать, что это делается для него, что установлена бесплатная зона вай-фае по всей набережной, установлены видеокамеры. Ну вот давай посчитаем просто, да, условно, сколько у нас туристов, да, приедет? Пусть 5, пусть 7, 8, да? Пусть 10 миллионов. Пусть 10 миллионов, по 10 рублей. Что это такое? Две однокомнатные квартиры в Ялте. Какая инфраструктура за эти деньги? Ну, во-первых, вы не забывайте, что идет и использование и муниципальных, и региональных, и федеральных денег. Это может улучшить. Это сделаются дополнительные услуги. Вот я повторюсь, набережную сделал город, а вай-фай бесплатный весь сделали за эти деньги. Парк восстановили муниципальные власти полностью, а детскую бесплатную хорошую игровую площадку, большую, поставили за вот эти деньги. Анатолий, вот говорят, что курортный сбор, он должен каким-то образом простимулировать, да, отельеров предоставлять услуги лучшего качества. Ну, какой, в принципе, смысл, да? Ну, здесь, раз мне выпала честь отвечать за всех представителей турбизнеса Крыма, я могу сказать, что опасения действительно есть в этом плане. Но в Крыму в то же время, да, пусть все будут уверены, что есть очень хорошее сообщество предпринимателей, разные сообщества, которые всячески будут способствовать контролю этих самых средств. Я считаю, что если 10 рублей умножить на 10 миллионов, это не такие маленькие деньги, на самом деле, для того, чтобы поставить какие-то урны дополнительные, для того, чтобы, вот, как Олега сказал, сделать Wi-Fi. И единственное, что я хочу сказать, что здесь само название курортный сбор, оно очень людей пугает. Если бы я, допустим, в СМИ каждый раз видел вот то, что в Крыму будет введен курортный сбор, я бы вот с точки зрения потребителя... Как дополнительный налог звучит, да? Да, звучит как будто, я бы, как с точки зрения потребителя, я бы не поехал в Крым, я бы подумал бы, ах, с меня берут сейчас больше денег, а я сейчас приеду, с меня сбор возьмут, а этих лавочек еще не будет. Здесь вот такие мысли возникают. Поэтому я считаю, что на этом, ну, как бы не нужно спекулировать, это имеет место быть, это должно быть, как какой-нибудь там информационный сбор, там, просто, может быть... Алексей, по-другому нужно назвать, да? Я соглашусь с коллегой, что... Благотворительность курортная, что-нибудь такое. Может быть, но как вы сбор не назовете, сочность не меняется. Но вот то, что надо правильно объяснить людям, и то, что на сегодняшний день уже делает Ставрополь, Алтай, и они показывают, что уже на сегодняшний день, прямо на глазах туристов ведутся реконструкции, и эти деньги уже вкладываются в инфраструктуру. Кстати, Алексей, вот Крым пока заморозился в этом проекте, да? Но, тем не менее, он может использовать опыт других пилотных проектов. Отслеживаете его? Конечно, отслеживаем, и мы даже знаем, какие деньги куда уже в других регионах уже тратят, собираются тратить. У нас коллегия министерства профильного проходила буквально на днях, и там этот вопрос подымался. Мы его отложили на год в связи с тем, что у нас очень достаточно много вещей переходного периода, и в этот момент еще вводить дополнительные вещи очень тяжело. Хочу привести пример, что вы вспомнили Ставропольский край, где далеко не 10 рублей. Так там ни одного человека не отказался. 50 рублей. Да, там нет отказников, там нет людей, которые подымают шумиху и панику абсолютно. Зато они уже видят, что уже бюветы, которые еще при царе были, восстанавливаются. Я могу подтвердить. Вокруг них территория озеленяется. И если правильно, грамотно это провести, то это даст именно тот результат, который ожидает государство. Анатолий, раз уж вы отвечаете за представителей турбизнеса, я хочу вам вопрос задать касательно курортного сбора. Вот человек, он приехал на отдых, перед ним стоит выбор поселиться в гостинице со всеми документами, которые платят налоги, или где-нибудь пойти в частный сектор. Все мы знаем, да, все эти лавочки, причем знают все абсолютно, да, и участковые на местах знают, но они по-прежнему, вот этот весь теневой частный сектор, сдающий жилье, он продолжает работать. Вот, и он подумает, господи, да еще 50 рублей сверху курортного сбора платить каждый день, зачем оно мне надо? И пойдет не в ваш отель, допустим, а куда-нибудь к бабушке. Вы понимаете, я хочу продолжить мысль по поводу Пятигорска, допустим, мы туда возим туристов, и там действительно сделано очень многое, и я согласен, если у нас наведут порядок в этом плане на этот сбор, то это будет огромным плюсом. По поводу размещения в теневом секторе и так далее, каждый человек, который выбирает, как ему путешествовать, ну, как мне кажется, каждый ответственный человек, который везет свою семью куда-либо, он в первую очередь должен быть застрахован. Застрахован в каком плане? Раньше, да, там, пять лет назад, как-то немножко по-другому у нас все в Крыму было, и основное в сфере размещения и приходилось у нас на теневой сектор. На сегодняшний день люди более ответственны, тем более люди едут из Москвы, они заранее бронируют, они заранее проплачивают, они знают, примерно располагают, в какие даты они прилетают. Не просто вот вслепую. И это правильно, потому что вы сразу страхуете себя на предмет того, есть ли у отеля, допустим, лицензия на питание, чтобы вас нормально кормили. Но существует множество сайтов, где просто объявление частного характера, квартира, однокомнатная комната. Но в любом случае на этих сайтах есть рейтинг, есть отзывы. Во-первых, это. Во-вторых, у нас все официальные средства размещения с этого, я уже говорю, за 2019 год, будут проходить обязательную классификацию. Это как раз-таки даст четкое разделение между официальными объектами размещения и теневым сектором. И при этом вопрос уже будет становиться, вы рискуете собой и всей своей семьей и своими детьми, поселяясь непонятно где, и чем вас там накормят, и не обвалятся ли на вас балки. Или вы поселитесь там, где проведена полностью... С чего начинается классификация? Это с проверки безопасности и гарантированного отдыха потребителя. То есть в любой сектор будет существовать до тех пор, пока будет пользоваться спросом у туристов, так? Пока будет спрос, пока люди не поймут, а уже мышление полностью согласен. У нас все показатели показывают, что у нас каждым годом растет именно заполняемость официальных объектов размещения, и причем с большим разрывом. Вы заметите, что с табличками «Сдам жилье» даже в той же Турции, Египте никто не стоит. И когда едут туда туристы, они тоже не пытаются... Я билет на самолет куплю, а там я по автовокзалу полазью. Разберусь. Да. Мы тоже от этого уйдем, и уйдем очень быстро. Потому что на сегодняшний день турист очень требовательный, и за свои деньги он требует. И с каждым годом все больше и больше от частного сектора люди отказываются. Это видно по всем параметрам, которые есть, по налогообложению. Можно много чего говорить. Было 7 миллионов, не было 7 миллионов. Живут в частном секторе, живут в официальных размещениях. Но финансы поют романсы в нашу пользу. Деньги, прямые поступления идут через терминалы, через официальные средства размещения. Все это отслеживается. И здесь уже поспорить тяжело. Потому что у нас растет прямой сбор в бюджет от туристической сферы. Причем очень хорошо. И в том числе, Алексей, от иностранных делегаций. И в том числе от них. Насколько я знаю, что иностранные туристы тоже весьма активно приезжают в Крым. Это действительно так, но... Но они никогда в жизни не поселятся в частном секторе. Но вот мне попалась новость о том, что госпрокуратура Эстонии возбудила уголовное дело в отношении нескольких эстонских фирм сразу, которых подозревают в организации турпоездок в Крым. Вот в этом случае, допустим, наверное, у Анатолия стоит спросить, да? Вы как человек, который тоже возит людей отдыхать, которые организовывают их отдых. Ну, готовы ли будут представители других стран рисковать, да? Ну, у нас самая эпичная ситуация была этим летом, когда из Крыма американца, сделав ему визу, мы возили в Абхазию. Поэтому для меня нет ничего удивительного, невозможного. А я вам добавлю еще то, что в этом году, в 2018-м, во Франции, в Германии, в Прибалтике многие туристические компании уже продают Крым. Но чтобы не попасть под санкции, они делают тоже очень хитро, так же, как вот есть поисковики, которые не предлагают отдых и лечение. Они предлагают место для остановки в случае личных поездок. И при этом официально на баннерах, сайтах висит продажа Ялты, Алушты, Черноморска того же. И это уже факт, от которого не уйти. Опять-таки же, вот эти товарищи, которые вы только что вспомнили, они приезжали в Крым еще в 2014-2015 году. Потому что есть спрос на сегодняшний день в Крым. Очень большой спрос есть там с Финляндией, очень большой спрос с Германией. И Норвегия. Помните, Хендрик, он и тоже открыл фирму в Москве. И мы уже ему предложили партнеров с нашей стороны, для того, чтобы они начинали этот вопрос прорабатывать. И вопрос стоит о том, что если раньше они действительно боялись, то теперь это бизнес. Бизнес любит зарабатывать деньги. Понятно, что деньги любят тишины. Алексей, у нас минутка просто осталась, но вопрос мне хочется задать. Вот касательно этих, ну уже практически 7 миллионов, да, вот 2018 года. А куда дальше стремиться, да, 8-10 миллионов, учитывая, что Крым, ну, не всегда в состоянии вместить себе такой объем. Стоит ли стремиться к количеству туристов или все-таки к их финансовой, да? Нам нужно качество, но при этом, если мы в 80-х годах принимали 8 с лишним миллионов, а тогда инфраструктура была намного меньше, то мы реально можем принимать качественного туриста в 8-10 миллионов. Потому что инфраструктура растет, у нас есть еще куда-то развиваться, у нас огромнейшее количество инвесторов очень серьезных, которые уже вложили деньги. Поэтому 8-10 миллионов качественных туристов, вот к этому мы и стремимся. Ну что ж, господа, будем ждать нового рекорда в таком случае. Ну, очевидно, что популярность Крыма, она выражается все-таки не в цифрах, да, а в целых поколениях отдыхающих, и, полагаю, их количество будет увеличиваться пропорционально росту сервиса. Господа, вам большое спасибо за беседу, зрителям за внимание. Увидимся скоро в прямом эфире программы «Вечер лайф» и обсудим то, что обсудим.